Нет, все нормально, просто у вас плохой период начался в отношениях с ним. Вы меньше привлекаете его. Вот зачем молодой человек звонит девушке, пишет, потому что от нее исходит счастье. Отношения между мужчиной и женщиной имеют эгоистическую природу. Это эгоизм. Эти отношения — это эгоизм. И не удивляйтесь, если ваш человек, с которым вы общаетесь, вдруг начал меньше вам писать, звонить. Это значит, по вашей судьбе от вас сейчас меньше исходит той силы, которая его привлекает. Мы не регулируем эту силу сами. Так действует судьба. Она дает нам или больше привлекать внимания, или меньше. Все зависит от нее, от этой судьбы. Сейчас вот такой период между вами. Видите, она сейчас спрашивает меня, что с этим делать вообще, что я должна с этим делать. Вот я узнала теперь, да, бывает плохая судьба, я стала меньше привлекательной. Урок такой. Если мне тяжело идти, я должен идти сильнее. Если мне тяжело бежать, я должен бежать сильнее. Если мне тяжело что-то делать, я должен туда вкладывать больше сил. Вот я прилетел сегодня ночью, устал к вам. Рано утром я понял, что я не смогу читать лекцию, если я не смогу победить себя. То есть я начал делать упражнения йоги. Каждое упражнение делал по 30 минут с молитвой. И в эти 30 минут моя психика, мое тело постепенно очищались и приходили в норму. Мне было тяжело. Но выхода другого не было, потому что, ну, иначе жизнь не течет в правильном русле. Когда ты не в своей форме находишься, ты должен в это время себя победить. Иначе никак дальше жизнь не будет идти нормально. То есть то же самое здесь. Привлекательность девушки соткана из ее поступков, поведения. Если вы видите, что он меньше звонит, то вы должны звонить сами. Вы должны по-доброму себя с ним вести, шутить с ним, любить его и так далее. И при этом чувствовать очень внутренне, что нет взаимности. Нет взаимности. Такое испытание. То есть вот это нет взаимности, это не он виноват. Кажется, что он виноват. Это виновата сила, которая находится между вами. И когда вы будете прилагать усилия, вы будете видеть, что эта сила тает. И он становится таким же, как был раньше. Это значит, что все-таки есть вещи, которые стоят выше людей. Мы всегда обвиняем друг друга в проблемах. На самом деле все проблемы находятся между нами. И эта сила, которая создает проблемы, называется время. Оно делает так, что разлучает людей. В этот раз она вас не разлучит. Ну то есть я не вижу такой силы, чтобы разрушила ваши отношения сейчас. Но знаете, когда девушка живет на расстоянии от парня, это всегда разрушительно. И рано или поздно это все разрушится. Если парень есть, бросайте все и едьте к нему. Иначе то, что у вас есть, будет вам важнее, чем этот человек. А для женщины важнее всего в жизни любовь. Да, прийти и скажи, я хочу посмотреть, как ты тут живешь. Не надо говорить, что я приехала, потому что я хочу, чтобы ты меня замуж взял. Надо так говорить. Просто я хочу посмотреть, что что-то ты не пишешь. Я соскучилась, приехала. В шоке будет? Замечательно. Пускай будет в шоке. Это же хорошо. Заодно поймете, вы нужны ему или нет. Потому что часто женщина, она строит какие-то догадки, находится в иллюзии какой-то. Она думает, что вот так, а на самом деле все не так. Продолжение следует...